Сначала инвестиционный паспорт, а теперь казино. Кабмин вновь продвигает проект закона об открытии игорных заведений. То есть, как раньше, игровые автоматы, зеленое сукно, рулетка, покер и блэкджек. В Кыргызстане, но не для кыргызстанцев, а лишь для иностранцев. И не везде, а только лишь в определенных законном местах. Скорее всего, на Иссыкуле и, как ранее говорилось, в Баткенской области с претензией на развитие там второго Лас-Вегаса. Впервые именно в таком формате идеи возвращения заведений для азартных игр в феврале прошлого года озвучили два депутата. Бактебек Турусбеков и Дастанбек Джумабеков. Даже указали где. На 1200 гектарах земли у аэропорта Тамчи. Теперь, похоже, проект выносит Минэконом. Так еще и просит парламент рассмотреть его в кратчайшие сроки. Чуть ли не внеочередным заседанием, потому что курортный сезон, дескать, на подходе. Цель, она же причина открытия казино, привлечения инвестиций и увеличения доходной части республиканского бюджета. А его нынешний глава Кабмина, как известно, обязался довести до 400 миллиардов сомов в этом году. Мы изучаем все эти опыты. Как вы видите, и в Армении, и в нашей стране мы пытаемся создать благоприятные условия для всех тех, кто хочет приехать и работать у нас. В том числе и по игрным заведениям мы тоже хотели бы дать послабление. Но там единственное исключение – граждане Кыргызстана не имеют права играть. А сейчас будем определяться в ходе обсуждения в парламенте. Мы хотели бы сделать особую зону и на Иссыкуле. У нас весь Кыргызстан – туристическая зона. Поэтому при ходе обсуждения мы еще раз обратим на это особое внимание. В проекте указаны правовые основы деятельности горных заведений. Принципы госрегулирования и лицензирования. Лишать лицензии будут, если заведение нарушит положение закона о ведении этой деятельности. И главное, если там обнаружат играющих кыргызстанцев. Открыть и горный дом смогут юридические лица в форме ОСО или ЗАО, в том числе иностранные. Плату за лицензию еще предстоит установить. Подсчеты примерных поступлений в бюджет есть. Я вспоминаю 2001 или 2002 года. Там порядка 630 миллионов самов поступало в бюджет. Сейчас мы смотрим разные налогобложения, в том числе и в Казахстане, в России, у наших соседей, в других странах тоже мы все это дело рассматриваем. Казино в Кыргызстане перестало быть легальным с начала 2012 года. В тот период у Белого дома, у здания правительства, на площади в Бишкеке Аше шли митинги тех, кто выступал против закрытия. Это были хозяева казино и персонал. Они заявляли, что таким образом казна лишается денег от налогов, а они теряют работу и средства к существованию. Этим выступлением же предшествовали другие митинги. Из числа граждан, которые требовали напротив закрыть азартное заведение. Матери и жены, чьи мужья и сыновья проигрывали деньги до копейки, а после выносили все из дома, чтобы продать и снова играть. Залезали в долги, накладывали на себя руки, а кредиты и займы падали на плечи женщин, с которым еще и приходил разбираться криминал, кому задолжали их мужчины. Под страхом семьи продавали дома, чтобы раздать эти долги, а сами оказывались на улице. Вот такое лицо у игромании, или как ее официально называют, лудомании. Тогда были игровые автоматы, мы бегали, и сидим в Бор-Бору, и мы, ну все матери, да, вот они как-то очень... На что они жаловались? Они жаловались, потому что проигрывали деньги, конечно, постоянно. И с одной стороны там суициды, всякие разные бывают, это же коммерция. Джинагуль Колчаева, певица, деятель культуры, сегодня возглавляет движение «Народный контроль». Рассказывает, что когда в 2010-м работал в столичном шестом МТУ, к ней приходили бедные женщины и жаловались, как зависимость их детей или мужей от азартных игр их разорила, уничтожила их здоровье, что многие пережили инфаркты, инсульты, и вот снова казино появится в нашей стране. По словам Джинагуль, оно, в общем-то, и не уходило. Все эти бинарные опционы, букмекерские конторы, отмечает она, имеют всю ту же суть. Впрочем, их владельцы с такой позицией не согласны. Примечательно, что такие конторы открываются на центральных улицах, близ рынков, где много народа. Видимо, с расчетом, что там у них будет больше клиентов. Но к себе пускают с опаской. Избирательно. Внешняя дверь открыта, а внутри решетка, а еще охрана и пугливый персонал. Сторонники казино отмечают, что при грамотном исполнении этого проекта, это чуть ли не золотая жила. Туристы приезжают отдохнуть на Иссыкуль, а там им хотят предложить все радости жизни. По мнению Аклубека Джапарова, отдыхающие тогда смогут не только позагорать и покупаться, но и поиграть. Причем строить бесплатные футбольные поля или теннисные корды вдоль побережья, например, не предлагают. А и горные зоны, да. Деньги ведь будут проигрывать иностранцы. Своих заверяют, что не пустят. Следить невозможно, следить невозможно, потому что у нас-то закон-то не работает, поэтому обязательно, обязательно наши дети, наши кыргызстанцы обязательно там пойдут. Будут играть. Будут играть, конечно. Конечно. Откуда? Прямо наш кыргызстан, еле-еле вот мы живем, да. Еле-еле мы доживаем, да. Но откуда будут иностранцы к нам? Ну, что у нас есть? Прям повалят толпами вдруг. Да, не будет, не будет. Граждане по-разному отреагировали на эту инициативу, но большинство все-таки ее не одобряет. У нас не такая богатая страна, и люди, чтобы могли сходить в казино себе позволить. Ну, думаю, наверное, для иностранцев может быть и приемлемо, но в целом нет. Да, на другой стороне, это же их право, наверное, но они же взрослые люди, могут сами решать, но может быть так. Ну, потому что казино, последствия, люди проигрывают много денег, это негативно влияет на семью, конфликты, насилие. Мне кажется, лучше бы открывали школы и больницы. Последнее громкое раскрытие подпольных казино случилось месяц назад в Жалабаде. Так, там, под видом компьютерного клуба работали два заведения. По данным ГКНБ, речь идет об игровых слотах, а сами компьютеры в таких играх используются как игровые автоматы, которые раньше стояли во всех казино и в которых бросали деньги. Теперь это компьютерная игра, построенная на случайном выпадении чисел, картинок или изображений. Указанное заведение ежедневно посещали до 70-80 человек. По этому факту было начато досудебное производство по статье «Организация или содержание притона» для проведения азартных игр. По данным Генеральной прокуратуры, ВАИС ЕРП, за период 20-21 годов зарегистрировано 84 таких факта. Из них только три дела направлены в суд. 75 за отсутствием состава преступления прекратили, остальные в производстве. Елена Яковлева, Олугабдиев, НТС.